Перед просмотром этого видео я настоятельно рекомендую ознакомиться с понятием акций, если вы это еще не сделали. Итак, как за пару минут сформировать промежуточный вывод о состоянии экономики страны или ее отдельного сектора? Один из простейших способов взглянуть на динамику соответствующего фондового индекса. Давайте разберемся, как они работают. Фондовый или биржевой индекс это стоимость определенного набора ценных бумаг, которая выражена как в валюте, так и в относительных значениях. Проиллюстрируем это определение простым примером. Предположим, на бирже торгуются 5 компаний А, Б, В, Г и Д. Все акции компании А стоят 400 рублей, компании Б 250, компании В 200, Г 100 и Д 50. Капитализация рынка составляет 1000 рублей. Теперь надо как-то обозначить эту стартовую капитализацию. Пусть она будет равна, например, 100 пунктов. Поздравляю, у нас появился свой индекс. В него входят 5 компаний, а его начальное значение 100. Спустя год мы считаем стоимость всех акций и оказывается, теперь капитализация составляет 2000 рублей. Тогда значение индекса составит 200 пунктов. Итак, год за годом и месяц за месяцем мы можем легко отследить динамику стоимости всего рынка или какой-то его части, ориентируясь на изменение значений пунктов. Вы можете спросить, зачем нам эти несчастные пункты, если можно попросту ориентироваться на общую цену рынка? Действительно, некоторые индексы используют в качестве базы расчета абсолютные значения цен, но это не совсем удобно по нескольким причинам. Во-первых, цена всего рынка может измеряться в триллионах долларах, тогда как индекс измеряется в пунктах, что несомненно упрощает в сравнение. Биржа или рейтинговое агентство, которое составило и ведет индекс, может принимать его начальное значение за любую величину, хоть один, хоть тысячу пунктов. Во-вторых, индекс может расширяться и менять свой состав за счет включения или исключения эмитентов. Например, если для расчета индекса используется стоимость акций 10 самых крупных по капитализации компаний на рынке, то некоторые участники регулярно будут вытесняться более успешными эмитентами. Ну и в-третьих, при расчете индексов используются более сложные подходы, чем тот, который я описал выше. В формулу часто включаются и коэффициент free float, и курсы валют, и иные показатели. Тем не менее, общая логика остается такой же. Мы принимаем начальное значение индекса и отталкиваемся от него при дальнейших оценках. Если вам интересно, что из себя представляют методики расчета индексов, то вы можете подробно почитать об этом на сайте московской биржи. Предлагаю взглянуть на динамику некоторых существующих индексов, и мы начнем с самого популярного из них, индекса S&P 500. Как можно догадаться из названия, в состав индекса входит 500 самых крупных по капитализации компаний, которые являются эмитентами в Соединенных Штатах в Америке. Список принадлежит компании Standard & Poor's, и она же его и составляет. Этот индекс публикуется с 1957 года, а его базовое значение составляет 10 пунктов. На графике хорошо видно, что с того времени общая стоимость рынка США выросла более чем в 300 раз. Конечно, есть и более точные индексы. Например, Wilshire 5000, куда входят ценные бумаги более четырех с половиной тысяч эмитентов, включая бумаги компаний из индекса S&P 500. Для анализа российского рынка используется индекс московской биржи. Кстати, раньше он назывался индекс ММВБ. Индекс московской биржи включает в себя от 30 до 50 компаний. Состав индекса регулярно пересматривается московской бирже. Собственно, с этим и связано изменение количества эмитентов. Сам индекс ведется с сентября 1997 года, и тогда он начал торговаться со 100 пунктов. На момент 1 июля 2020 года значение индекса составили 2895 пунктов. Сравнение фондовых индексов может многое сказать о состоянии экономики той или иной страны и помочь инвестору определиться с выбором сферы вложений. Сегодня существует более 2000 индексов, которые включают в себя различные классы активов. От национальных ценных бумаг до различных их видов. Например, индекс облигаций. В то же время надо понимать, что фондовый индекс это лишь один из множества показателей оценки экономической ситуации.